Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости канала Сама Себе Огород. Друзья, сегодня я хочу показать, как выглядят мои томаты, которые уже, возможно, завтра я начну их пикировать или же делать перевалку, потому что я старалась каждую ячейку, большинство посеять по две, по три. Вот. В таких ячейках они у меня маленьких, поэтому мне просто можно будет сделать перевалку и все. Кстати, в прошлый раз, когда я делала публикацию, я думала, что у меня просроченные семена не взошли, но вот им просто понадобилось больше времени. Вот. Видимо-невидимо. Вот они. Раз, два, три. Я по две или даже по три семян ложила, ну, по одной, но пробелись. И сам растет вот еще. Один зашел, было только три всхода. А здесь уже прекрасная рассада для пикировки. Уже восьмой день можно сегодня пикировать. Я обычно пикирую на восьмой-десятый день, когда, получается, есть время. Также, кстати, хочу сказать, что вот джина. Джина я в прошлый раз сделала публикацию, она еще у меня не проклюнулась даже. А сейчас вот одна из просроченных семян. Просрочка была с шестнадцатого года, сейчас двадцать четвертый. Поэтому, вот, друзья, не выбрасывайте семена, которые у вас просроченные нашлись вдруг. Попробуйте всегда посеять. Пусть даже пятьдесят процентов, но результаты будут. Я джину очень люблю этот сорт, поэтому я всегда их сею. Просто так получилось, что у меня они остались и еще есть. Вот здесь, смотрите, уже появились настоящие листики на восьмой день. Очень хорошо и приятно будет просто сделать перевалку, заглубить томаты и все. Так что, друзья, кому интересно, как я буду делать перевалку, хотя у меня на канале уже есть с прошлого года, как я там рассказываю и показываю, как я делаю перевалку и пикирую томаты. Можете посмотреть. Зайти и не ждать завтрашнего или послезавтрашнего дня, когда я буду их пикировать. Также, друзья, я еще вот посеяла сегодня. Сегодня вот еще у меня здесь двадцать восемь тут ячеек, стаканчики еще четыре. Получилось тридцать два наименования еще я посеяла. В каждую ячейку разный сорт. Вот в пакетиках у меня стоят под номерами. И также я еще записываю в тетрадь. Веду тетрадь всегда. Вот написала там первый ряд, второй ряд, третий, четвертый. И под названием здесь посеяла все семена. А здесь отметила эти первый ряд, второй, третий, четвертый. Так мне будет понятно, где какой сорт у меня растет. Поэтому, друзья, вот такое вот маленькое, вот такое абсолютно маленькое место у вас займет рассада томатов, которую, если вы планируете высаживать в открытый грунт, то можно посеять в конце марта. Я даже сеяла, у меня есть публикация, о которой я рассказываю, что у меня четыре раза посева, четыре посева в разные сроки. И кто хочет, зайдите, найдете на моем канале эту публикацию, что несколько посевов промежуток где-то 10 дней. И самый последний посев у меня был где-то 11 апреля. А они через где-то середины апреля, я их пикировала прямо в теплицу. Но еще и пикировала те в теплицу, которые посеяла 25 марта. Также была отличная рассада, которую я пикировала также сразу в теплице. Вот так вот выглядят мои томаты на сегодняшний день, 16 марта. И вот буду ждать второй посев. Так как, друзья, у меня есть теплица, поэтому я всегда сею раньше. У кого нет теплицы, вы еще не опоздали, можете посеять и 20, 25 и даже в конце марта. И я, как я уже повторяюсь, даже начало апреля вы еще успеете. Если посеете таким способом, как сею я, вот так вот в доме дождаться, когда томаты подрастут до настоящего листика и выносить сразу в теплицу. Или же можно, если как погода, если позволяет погода, потеплеет в апреле месяце, то можно сразу разогреть участок, какой-то маленький участок в огороде. И сделать такую мини тепличку, укрыть укрытым материалом, потом пленкой и тоже все будет хорошо. Но просто нужно предварительно прогреть там землю горячей водой и накрыть пленкой, чтобы она продержалась, там тепло сохранилось, и потом попикировать. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Теперь я с вами попрощаюсь. Ставьте, не забывайте, пальчик вверх, для того, чтобы мне было приятнее делиться с вами. И я буду знать, что кому-то была полезна моя информация. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!